МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели». Я Елена Кутузова. Что изменилось за 7 дней? Решение властей, настроение в обществе и мнение экспертов. И вот о чем пойдет речь сегодня. Преамбулы из 146 статей. Белорусы отметили День Конституции. Кто давал клятву, а кому вручили главный документ жизни? Покажем. Достижение разработки. В столице прошел крупнейший медицинский форум. Охрана труда оставляет желать лучшего. В Бобруйске значительно возрос уровень производственного травматизма. Альтернатива HeadHunter и кадровому агентству. В городе прошла ярмарка вакансий. В интересах клиента без вреда бизнесу. В Белоруссии отметили День защиты прав потребителей. На каком уровне обслуживание в магазинах и заведениях Бобруйска? И довольны ли им горожане? Выпьем за любовь. В Бобруйске прошел концерт Игория Николаева. Также в итогах недели. Между Тбилиси и Джибути в рейтинге качества жизни Минск занял 188-ю строчку. Смертоносная акция «Теракт в Новой Зеландии» стал самым кровавым в этом году. Наша страна отметила День Конституции. Документ – главная правовая опора независимости, гарант прав и свобод граждан нашей страны. Это если выражаться официальным языком. Основной закон, открывший новую страницу в многовековой истории белорусского народа, приняли 25 лет назад, в 1994-м. Спустя два года и 10 лет по результатам референдумов его обновили и дополнили. Значимость празднику добавляет традиционный ритуал. 15 марта во всех регионах страны талантливые и выдающиеся школьники, которым уже исполнилось 14 лет, получают паспорта. Впервые в День Конституции паспорта вручал и президент. Александр Лукашенко провел торжественную церемонию в Дворце независимости. В мероприятии участвовали 25 ребят. В Бобровске таких счастливчиков было 33. Волнение или радость? Новые возможности или груз ответственности? Что испытывает молодое поколение страны, расспросила Людмила Любимцева. Любимое занятие Елизаветы Бондаревой – создание уникальных кукол и эксклюзивных игрушек. После декрета выпускница художественного колледжа имени Ларина устроилась 56-й детский сад воспитателем и здесь же продолжила хобби. С ее легкой руки на базе дошкольного учреждения открыли творческую мастерскую. Теперь девушка учит малышей азам изобразительного искусства и продолжает семейную династию. Со мной вместе работает моя мама. Поэтому решила пойти по ее постапам. Деток люблю. Они меня тоже вдохновляют. Дают какие-то эмоции положительные. 15 марта ей исполнилось 25. Девушка – ровесница Конституции. Теплые слова и подарки в особенный день Елизавета принимала не только от близких. Для поздравления с юбилеем девушку пригласили в администрацию Первомайского района. Я рада, что так совпало, что я родилась в такой знаменательный день. Я рада, что позвали сюда со всеми. Ну, так сказать, даже отпраздновать мое день рождения, день Конституции. Елизавета родилась в период становления белорусской государственности. И сегодня она – олицетворение молодого поколения, выросшего в независимой стране. На память о приятном совпадении – цветы и книга об истории родного Бавруйска за последние 25 лет. Так совпало, что Конституции 25 лет. И мы решили отметить эту дату. Пригласили для участия в нашей торжественной церемонии девушку. Она как раз-таки празднует сегодня свой 25-летний юбилей и является ровесницей Конституции нашей страны. Нам кажется, это отлично. В такой же торжественной обстановке свой первый в жизни паспорт получили более 3000 белорусов, которым исполнилось 14 лет. В нашем городе обладателями главного документа стали 33 юных бобручанина. Среди них – школьники, которые добились успехов в учебе, научной, творческой, спортивной, исследовательской и общественной деятельности. Первый юридический документ, который им дает путь во взрослую жизнь. И, конечно же, за словом права и обязанности теперь будут стоять реальные поступки и действия. Хочется, чтобы их первый документ был действительно хорошей такой путевкой в жизнь. Вручение паспортов прошло в рамках традиционной патриотической акции «Мы, граждане Беларуси». Ольга Пончугина, ученица 8 класса 19 школы, призналась – ощутила себя в этот день полноправным гражданином страны, а еще чуточку взрослее. Получение паспорта – это всегда важный какой-то момент в жизни каждого человека. Ты должен соблюдать свои обязанности. А в Краеведческом музее в торжественной обстановке прошло посвящение в октябрята и пионеры юных бобручан. 50 учеников из 3-й гимназии, 19-й школы стали обладателями важных символов принадлежности к пионерской организации. В присутствии учителей и почетных гостей школьники давали обещание быть примером для окружающих и совершать добрые дела. Перед своими друзьями обещаю… Любить свою родину. Любить свою родину. У нас в школе спросили, кто хочет, и я решила, что хочу вступить все-таки в пионеры, потому что хочу служить своей родине, своей стране. Ребята в рамках проведения торжественного приема, конечно, понимают всю значимость данного мероприятия. То, что на сегодня это конституция, главный закон Республики Беларусь, где соблюдаются и обязаны соблюдать все граждане Беларуси. Эти эмоции и приятные воспоминания останутся у ребят еще надолго. Клятва и главный документ – откроют перед ними новые возможности, а вместе с ним и обязанности. Ведь молодежи принадлежит завтрашний день, и именно от нынешнего поколения зависит будущее нашей страны. Людмила Любинцева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. К другим темам. На этой неделе в столице прошла выставка здравоохранения Беларуси-2019. Она приурочена к знаковому событию – 100-летнему юбилею Национальной системы здравоохранения. Свою продукцию и технологии на форуме представили более 200 экспонентов из 15 стран. Среди участников – мировые лидеры в производстве медтехники, расходных материалов, изделий медицинского назначения, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции. В насыщенной научной программе демонстрировали достижения и разработки, организовали встречи с партнерами и потенциальными клиентами, проводили семинары и круглые столы. Продолжая тему медицины, расскажу еще о новостях. В Беларуси расширили перечень заболеваний, которые дают право получать лекарства бесплатно или по льготной цене. В списке – первичные иммунодефициты, легочная гипертензия, аутоиммунный гепатит, первичный склеротирующий холонгит. Любой человек, к сожалению, страдающий данной патологией, имеет право на получение лекарственных средств на бесплатной основе. Кроме этого, белорусские медики получили возможность выписывать электронные рецепты в онлайн-режиме, прямо на дому пациента. У каждого доктора будет свой логин и пароль для работы в системе. Врач при помощи планшета или телефона, подключенного к интернету, может выписать электронный рецепт. Буквально через минуту информация о нем появится в общей базе и базе белформации. Таким образом, любая государственная или коммерческая аптечная сеть сможет его отоварить. При этом бумажный рецепт предоставлять не нужно. Когда это дойдет до нашего города, пока говорить рано. Но бобруйские врачи уже во всеоружие, обеспечены планшетами и имеют доступ к электронной базе, где отражаются визиты пациентов в поликлинике и больнице, прививочный статус и другая необходимая информация. Это все приводит к тому, что в принципе врач становится более освобожденным для контакта с пациентом, увеличивается время непосредственного контакта доктора и пациента, но что только благоприятно оказывается на оказании медицинской помощи. Говоря о достижениях, упомяну еще об одном. Главный врач Третьей городской поликлиники Наталья Кизимова удостоилась награды от президента в номинации «Активная жизненная позиция». Наталья Владимировна начинала свою карьеру с должности участкового врача, а сегодня организует работу молодежной бригады, помогает решать вопросы горожан в качестве депутата и представляет лицо современной женщины-руководителя. Она первая в городе инициировала внедрение информатизации рабочих мест в поликлинике. Тем самым учреждение здравоохранения стало инновационной медицинской площадкой, и участвует в двух республиканских проектах – «Заботливая поликлиника» и «Электронная Беларусь». Все то, что позволяет сегодня пытаться сделать гораздо больше, что ты можешь, вне своей профессии, но в то же время благодаря ей. За эту награду стоит огромный труд, конечно, не только мой лично. Это работа целой команды моих сотрудников, это работа целой профессиональной команды руководителей нашего города. И как результат сегодня, в год Малой Родины, можно положить в копилку еще одну награду, для того, чтобы имидж города Бобруска, как города больших возможностей, стал популярен на территории всей республики. Концепция информационной безопасности. Минус пять статей в Уголовном кодексе и уран на мусорке. В столице на контейнерной площадке обнаружили радиоактивные вещества. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков страны. Концепцию информационной безопасности разработали в Беларуси. Этот документ обсудили на уровне президента. Александр Лукашенко утвердит алгоритм действий в ответ на угрозы в инфопространстве. Речь в документе, в частности, идет о кибератаках, которые могут причинить вред целым отраслям и структурам. Также усилят контроль за фейковыми новостями. Авторы документа уверяют, что концепция никак не ограничит доступ к ресурсам глобальной сети и не станет фильтром высказываний и мнений. В подготовке проекта участвовали специалисты из почти 20 госорганов и организаций, представители ведущих СМИ, депутаты, ученые и эксперты. В Уголовном кодексе Беларуси произойдут изменения. Из него исключат 5 статей, касающихся экономических преступлений. Отменяется уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. Пропадет такая мера наказания, как общая конфискация имущества. Вместо этого в отдельных случаях будет применяться специальная конфискация. У виновного из ему только нажитое преступным путем. В отношении радиоактивных веществ, обнаруженных на контейнерной площадке в Минске, собираются назначить ряд экспертиз. Напомню, 14 марта на улице Сердича инженер Жеу заметил подозрительные емкости со знаком «Опасно» и вызвал спасателей. На место выехал автомобиль химической и радиационной защиты. Как позже выяснили сотрудники правоохранительных органов, емкости с радиоактивными материалами принадлежали Минчанке 1939 года рождения, работающей на химфаке одного из столичных вузов и скончавшейся еще в 2016 году. Ее внучка решила навести порядок в квартире бабушки и вынесла на мусорную площадку предметы с веществом неизвестного ей происхождения. Емкости доставили в Институт энергетических и ядерных исследований сосны. Компания «Мерсер» опубликовала ежегодный рейтинг городов по качеству жизни. Всего в него попали 231 город, и Минск среди них занял 188 место. При составлении рейтинга учитывалось 10 критериев – экономическая, политическая и социальная среда, отдых, услуги, товары, транспорт, образование, медицина, жилье, социокультурная и природная среда. В пятерку лидеров вошли Вена, Цюрих, Ванкувер, Мюнхен и Окленд. Уже второй год Минск занимает 188 место между Тбилиси и Джабути. 57 несчастных случаев произошло в Бобруйске в прошлом году. Четыре из них закончились гибелью. Причины тому – оборудование, которое не отвечает требованиям техники безопасности, отсутствие проверки знаний охраны труда и даже средств индивидуальной защиты. В этом году история повторяется. Уже четыре смерти на производстве. Накануне представители вертикали власти и руководители промышленных гигантов пытались разобраться, как избежать ЧП. Ангелина Дикун расскажет подробности. Выездное заседание началось с экскурсии по одному из предприятий открытого акционерного общества «Белшина». Гости смогли оценить условия труда шинников, а после высказаться напрямую ответственным лицам. Александр Студнев был резок, но по существу. Мэр уже с первых минут выявил два серьезных нарушения правил охраны труда. Я даже пришел на этажах в первую очередь в секунду безопасности. Даже в Казахстане я не знаю, даже не я списал, что я. Первый этап, самый основной, кто бы не пришел на производство, либо на предприятие. Первое лицо, второе. Это уже первый этап, о котором мы начинаем говорить. Второй момент. Я обратил внимание даже на все выскорки, уже в вашей инструкции, которые висят. Оно и висят, даже не видно. Претензии оправданы. После несчастного случая на Белшине, где погиб человек, напомню, все произошло в ночь с 27 на 28 февраля прошлого года. Водитель погрузчика пытался отбуксировать погрузчик коллеги, но машина перевернулась, и мужчина умер на месте. Дело закрыли. Виновных наказали. Вот только действенны ли эти меры? Все работники, которые были указаны в акте расследования, они были включены не только к дисциплинарной ответственности, но и к административной ответственности. И также эта информация была развешана у нас на предприятиях, на проходных, чтобы было видно, что человек, который, скажем так, повлиял на возникновение несчастного случая, привлекся и понес ответственность. Отсутствие проверки знаний в области охраны труда, оборудования, отвечающего необходимым требованиям, и даже средств индивидуальной защиты. В Бобруйске в 2018-м по вине работников и руководителей произошло 57 несчастных случаев, четыре из которых закончились гибелью. Для сравнения, в 2017-м их было 34 и один случай с летальным исходом. Статистика более чем удручающая. Вот лишь некоторые ЧП. 5 апреля произошел групповой несчастный случай, в результате которого был травмирован смертельно вальщик леса от общества с ограниченной ответственностью Форест-Дага. Вина установлена только самого погибшего. 22 октября 2018 года произошел несчастный случай со смертельным исходом со слесарем-сантехником в открытом акционерном обществе Фондов. В результате наезда на него лесопогрузчика Амкадор на территории предприятия. Но самое печальное отсутствие выводов. Только за прошлый год на Таиме выявлено 120 нарушений. ТДА-246, Стройтрест-13, 129, 11 766 человек продолжают трудиться во вредных условиях. А это причина профзаболеваний. Только в 2018-м зафиксировано 8 фактов. В 2017-м их было 3. Где работа на СССР? Где общественные госпиталов работают? Это должны насырные, назойливые люди, которые, понимаете, когда на Мазоль нужно выступать администрации. Вот там, здесь это не такие большие средства. Нужно для того, чтобы обеспечить нормальную свою отходу до любого работника. В этом году статистика пополнилась летальными исходами в ИК-2 на предприятии теплоэнергетики и ВД-канале. В качестве панацеи в 2019-м принята концепция нулевого травматизма. Это свод из семи золотых правил, которые обеспечат сохранность жизни и здоровья работников предприятий. Конечно, если ответственные лица в действительности примут этот свод как должное. Ангелина Дикун, Иван Боровой. Итоги недели. Каждый из нас сталкивается с проблемой трудоустройства. При отсутствии работы в ход идут все средства, позволяющие найти свое место под солнцем. Искать хорошее предложение можно разными способами. Через соцсети, знакомых, кадровые агентства, сайты, такие как HeadHunter. А можно стать и на биржу труда. В Беларуси на учете в качестве безработных на 1 марта состояло почти 16 тысяч человек. В Бобруйске официально нетрудоустроено 635 человек. Но эту проблему стараются решить. Накануне в городе прошла ярмарка вакансий. Мероприятие уже успело стать традиционным и пользуется особой популярностью среди соискателей. Ведь это шанс напрямую узнать всю нужную информацию и пройти предварительное собеседование без лишней беготни. Екатерина Монахова в поисках вакансий месяц на ярмарку. В центр занятости девушка пришла с пакетом документов и конкретной целью – найти работу с подходящим графиком. На прошлом месте с этим были сложности. Работала была в магазине. Но там сменный график два через два. И тяжело как-то. И маленький ребенок еще 4 года. Надо из садика забрать. И это вот все. Родители, конечно, помогают. Такого ажиотажа, как на этой ярмарке вакансий, не было уже давно. 150 потенциальных кандидатов. Среди работодателей – «Славянка», «Фандок», «Теплоэнергетика», «Бобруськ», «Трикотаж», «Водоканал», «Мадарам Запад» и другие. Всего 10 предприятий и организаций. Мы старались предприятия брать с различных сфер деятельности. Здесь и промышленность, здесь и строительство, здесь и бытовое обслуживание населения, здесь и почта. В Бобруське сегодня в очереди на трудоустройство официально зарегистрировано 635 человек разных возрастов и профессий. А биржа труда предлагает 1130 вакансий. Получается на одного жителя два места. В Каменском психоневрологическом доме-интернате, например, 11 свободных должностей. Зарплата от 350 до 850 рублей в зависимости от квалификации. Требования минимальные, можно даже без опыта работы. Главное – желание трудиться, наличие образования и такие качества, как стрессоустойчивость и человечность. Эти люди, которые там находятся, они живут там постоянно. Уйти им некуда, жаловаться им некому. Поэтому если относишься по-человечески, то они все по-человечески. Но если нет, значит, как говорится, ошибся адресом. График работы, размер зарплаты, социальные гарантии и территориальное расположение. Одни потенциальные кандидаты при выборе будущего места учитывают все. Другие признаются – в нынешнее время выбирать не приходится. Важен квалифицированный подход со стороны начальства. Хочется иметь среднюю заработную плату, ну, в общем-то, чтобы было и хватало и на мороженое, и не хватало на конфеты. Я только недавно уволился с дворников, потому что это не мой профиль работы. Мне она не лежит. Когда душа не лежит, тогда никакой работы нет. Я уже два месяца стою здесь на бирже, не могу работать на эти. Наниматели, в свою очередь, беседуют с каждым. Никаких предпочтений и ограничений. Я не знаю, как другие, но мы проводим комиссионный подбор кадров, поэтому нет предвзятого отношения никому из кандидатов. Всех приглашаем на собеседование. В том числе в комиссии состоит и руководитель, все заместители, ну и, соответственно, отдел кадров. Рассматриваем каждого, у каждого свои ситуации, свои вопросы. На любые вопросы можем ответить. Поэтому и предлагаем подойти к кадру, чтобы более подробно человеком переговорить. Для многих соискателей ярмарка вакансий – прямая дорога к рабочему месту. Екатерина Монахова, к примеру, уже готовится на собеседование. А те, кто подходящей вакансии не нашел, надежды не потерял. Ведь в поиске работы чем больше вложены сил, тем лучше результат. Елена Кутузова, Андрей Богдан. Итоги недели. Прямая трансляция кровавой акции, неопределенная отсрочка Brexit и скандальный лайнер. После катастрофы авиакомпании отказываются от полетов на Боингах 737 Макс. Далее обзор самых заметных мировых новостей. Теракт в Новой Зеландии унес жизни 49 человек. Десятки получили ранения. Днем, 15 марта, напомню, вооруженные люди ворвались в мечети, заблокировали двери и стали стрелять. В момент захвата в зданиях находились около пяти сотен человек. Предполагаемый организатор теракта австралиец Брентон Тарант. Вел прямую трансляцию атаки в Facebook. А перед нападением он опубликовал в сети манифест, содержащий экстремистские идеи. Жертв террористы планировали больше. На месте нападения полиция обнаружила автомобили с взрывными устройствами. На данный момент четверо подозреваемых задержаны. Однако власти призывают население Крайщера не приближаться к культовым объектам и не покидать свои дома. В стране закрыты школы. После теракта планируется пересмотр закона об оружии. Американская компания Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолетов модели 737 MAX и установить его на всех пассажирских лайнерах. Напомню, MAX находится под пристальным вниманием после авиакатастрофы в Эфиопии, которая унесла 157 жизней. Крушение самолета аналогичной модели произошло ранее в Индонезии. Тогда жертвами стали 189 человек. По информации CNN, с октября 2017 года, то есть со старта эксплуатирования этих самолетов, сообщения от пилотов о проблемах с MAX поступали не менее 23 раз. В основном речь шла о небольших неполадках. Только в двух упоминается случай неожиданного снижения самолетов этой модели. Почти по всему миру отказались от полетов на скандальном Boeing. Парламентарии Великобритании поддержали перенос даты Brexit с 29 марта на более поздний срок. За высказались 412 депутатов, против — 202. Теперь предстоит согласовать отсрочку с 27 странами ЕС. Если до 20 марта парламент проголосует за соглашение со странами Европейского Союза, которое уже трижды отвергалось, то отсрочка Brexit может продлиться до 30 июня. Если соглашение не будет достигнуто, то потребуется более длительный срок отсрочки, что может стать причиной участия Британии в европейских выборах. Парламентарии За 204 дня новый экипаж выйдет в открытый космос, примет несколько грузовых кораблей и проведет 300 научных экспериментов. Клиент всегда прав. На этой неделе весь мир отметил День потребителя. В Беларуси он проходил под девизом «Защита прав потребителей в эпоху умных технологий». Развитие интернета привело к новым возможностям покупки и продажи товаров. Но не всегда это может быть успешным. Как и покупка товара в розницу в магазинах. Только за прошлый год в Бобруйский госполком поступило 424 обращения. Все они были связаны с качеством продукции. Причем 190 были решены в сторону клиентов. Кто и как отстаивает интересы потребителей смотрите в следующем сюжете. 50 рекомендаций и 36 предписаний об изъятии продукции. Сотрудники Центра гигиены с начала года проверили почти 200 магазинов Бобруйска. 11 должностных лиц даже наказали рублем. Такова статистика борьбы с недобросовестными продавцами, которые не задумываясь о здоровье и жизни клиентов нарушали законодательство. Серьезную опасность в последнее время несли некачественные стеклоомыватели, которые превышали в десятки раз содержание метанова. Когда мы начинали в этом году работу со стеклоомывателями российского производства, то весь рынок города Бобруйска, те субъекты хозяйственные, которые торгуют данной продукцией, значит, все прилавки были заполнены продукцией российского производства. После того, как мы провели большой объем работы в этом плане, выносили предписания. На данный момент времени в реализации мы видим только белорусского производства, в том числе и нашего Бобруйского. Такие массовые нарушения встречаются в нашем городе, по словам специалистов, с каждым годом все меньше. В основном сегодня жители Бобруйска обслуживанием в магазинах довольны. Каждый борется за покупателя, за потребителя, за заказчика. Это очень хорошо. Это нас приблизило к Европе, скажем так, очень плотно. И я не могу вспомнить, что мне где-то не понравилось что-то по поводу обслуживания, по культуре общения продавцов, скажем так, мастеров-специалистов. Все на очень высоком уровне. Все очень нравится. Бывают такие случаи, но я думаю, что везде здравомыслящие люди, везде толковые руководители, которые ведут работу со своими продавцами. Естественно, мы работаем всегда и озвучиваем эти моменты. Ну, естественно, есть и наказание за грубое и хамское отношение. И я думаю, что в принципе, вот в последнее время уровень обслуживания у нас повысился. Защиты очень мало у нас. Потому что бывало такие случаи, когда обращался с просроченным товаром, просто закрывали глаза, забирали, выходили. Кто никаких не принимал мер. И заходил, опять же, в этот магазин, опять видел просроченный товар. Поэтому я думаю, что нужно жестче немножко сделать законодательство. Большинство вопросов, с которыми бобручане обращаются в ведомство, касаются качества товара. Проблемы чаще всего возникают с гаджетами, бытовой техникой, мебелью и окнами ПВХ. С продуктами ситуация лучше. Две-три жалобы в год. Сами магазины стараются, чтобы такой продукции, в принципе, не поступало. То есть, те большие сетевые магазины, у них данная проблема не прослеживается. Это прослеживаются те магазины, которые работают непосредственно с импортерами, с той же продукцией российского производства, которая непосредственно там покупает и сразу сюда завозит. Отстаивают права потребителей специалисты управления торговли и услуг горисполкома. Их функция – помочь решить спор клиентов с продавцами в досудебном порядке. Но если и этого сделать не удается, эксперты даже оказывают содействие в подготовке пакета документов для обращения в суд. И все же в день защиты прав потребителей главный специалист горисполкома Наталья Петухова желает обеим сторонам всегда находить компромисс. Скорее пожелания. Пожелания и продавцам, и потребителям взаимоуважения, взаимопонимания. И пытаться найти все-таки, не идти сразу в магазин с каким-то намерением, знаете, таким агрессивным, и что там тебя ждут враги, которые готовы тебя обмануть, обвесить, обсчитать. А находить какие-то компромиссные решения и умение вести диалог. Евгений Юшковский, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Полтора часа ностальгии. В Бобруйске прошел концерт известного российского композитора и артиста Игоря Николаева. Певец радовал многочисленную публику старыми и новыми хитами. Делился секретами создания композиции и старался по-честному ответить на вопросы журналистов до выступления. Ангелина Дикон о том, как это было. 14 марта. За час до заявленного времени в фойе Дворца искусств десятки зрителей. Аудитория по большей части зрелая. В обручении в лучших нарядах в ожидании кумира на камеру делятся ожиданиями от встречи с маэстро и признаются в любви к Николаеву. Вы давно приобрели билеты на концерт? Нам подарили. Мужчины на 8 марта. Скажите, желанным ли это был подарок для вас и творчество этого артиста? Насколько оно вам близко? Не скажу, что очень желанным. Но пропустить концерт не хочу. Может быть, есть какие-то композиции любимые? Конечно, выпьем за любовь. Игорь Николаевич. Вообще класс. Это мой кумир. Хочется его посмотреть вживую. И смотрим концерт его по телевизору. Очень приятно. Чего вы ждете от концерта? Эмоций. Эмоций. Воспоминаний. Старых песен. Мы же как бы не молодое уже поколение. А кроме того, кроме песни «Выпьем за любовь» еще какую-то ждете из хитов? Да. Сахалин. Обязательно. Влюбленный человек. Сахалин. Старую мельницу. До выхода на сцену общение с журналистами. Но отвечать на все вопросы Николаев явно не был готов. Поэтому диалог получился несколько оборванным. На все про все несколько минут. Для ТВ только самое главное. Я обожаю Беларусь. Я сюда приезжаю часто и с удовольствием, с любовью. Публика, мне кажется, отвечает мне тем же. Иначе бы ее просто не было на моих концертах. А так как всегда полные залы, всегда очень эмоции теплые во время концерта, то у меня самые лучшие воспоминания о Беларуси. Хочется приезжать еще и еще раз сюда, в вашу страну. Потом, честно говоря, слово «ваша страна» как-то немножечко с натяжкой произносится. То, что все-таки она и наша такая же, как и ваша. И потому что я себя чувствую все равно частью нашего пространства русскоязычного. Спустя несколько минут техническая неполадка. Встреча зрителя с артистом отодвинулась на час. Но, со слов сидящих в зале, ожидание того стоило. Практически весь концерт Игорь Николаеву подпевал весь зал. Ангелина Дикон, Иван Боровой, Андрей Богдан. Итоги недели. Это были итоги недели. Мы следили за новостями и обсуждали их вместе с вами. Я Елена Кутузова. До встречи ровно через неделю в 7 часов вечером. Обсудим самое главное. Редактор субтитров А.Семкин